так братва всем привет ну что вы соскучились по гусеничной технике на нашем канале мы взяли паузу поиграли в эти вот машинки в эту песочницу и все уже пора уже скоро весна болото все оттают и начнется надо быть готовым короче как решили мы готовиться к сезону гусеничный трактор dt-75 b у него богатая история на нашем канале это конечно хорошая техника но это позапрошлый век но вот откровенно говоря не дизайна не мотора грохот стоит вокруг ну нереальный блогер вон по округе на чем-то ездит и у них и каен и на гусеницах и какие-то бмп бдт бдс вообще все все сразу вот их решили свой бдс в себе устроить короче чем будем делать еще осенью мы приобрели двенашку хотели сюда ставить православный шестнарин чтобы завезу всегда завелось поехала весело задорно ну как это обычно бывает и сейчас нам пришла мысль почему бы сюда свапнуть не мотор а двенашку целиком чтобы тут стояла черный тонированный кузов четенький обтекаемый шестнарик где-то там что-то подсоединим ну как у нас обычно бывает на канале короче сегодня великий день мы все мужество нашли сказали а надо будет говорить б вы тоже садитесь что не скажите выпейте скушайте мы начинаем так идет добыча нескопаемого ценной жидкости да на этом можно успокоиться пока что так а бензин нам нужен для того чтобы шушига наша главная помощница сейчас выполняла свои прямые обязанности так наша палочка-выручалочка сейчас будет пробовать сдернуть место гусеничный вот этот вот аппарат все мы знаем что надо на досочке его на зиму загонять этого конечно сделано не было это рассчитывали только клеток этим заняться до после всех обещаний а че-то вот клюнуло уже феврале короче сейчас попробуем на дурака может сдвинется потому что но блюдо всем и совсем морозов не было не он не примерший он не так ну что же попробуем трактор динамкой аккуратненько тоже без без экстрима без фанатизма вот потому что но вот эти все лебедочные движения с икорениями я честно говоря не люблю после одного случая в прошлом году который кстати на видео не попал вот его только телеграме да он и пример шипы не был причем уперлись в мотор старая дела который надо сейчас как-то убрать как-то вот писюн какой-то торчит на записи он приезжает вот продолжаем дергий трактор на это уйдет много времени но по-другому никак вот тут уже будет сложнее ему надо в горку заехать короче мы заякорили шишигу за дерево сейчас нам надо повернуть трактор потому что других вариантов просто нет сейчас она там трос натянется шишига за якориса о пошло дело все хватит наверно игр поехал вот все мы выехали из этой каналу дальше нам будет проще и легче хорошо идет никогда так не шел короче шишигу прицепили за трактор сейчас вот так вот пытаемся тащить просто нормально все трактор стоит на позиции сейчас игорь выйдет станет вот туда и оттуда мы его повернем на юпана так шишигу опять заякорили набросали тут все было высоко просто не полетел никуда не хотеть вообще надо значит мордой его тащить да ну и уже 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 Дыга вышла на бетончик, там тяга, я готов был тебя уже крутить, вертеть. Подкрепившись, мы начинаем разборку трактора. Начинаем с баков. С баков помню, как я лично вот этот болтик на болоте тогда скручивал. А сейчас вот, опять, не самые условия тепличные. У нас все как обычно, мы его тогда не отмыли, а сейчас придется вот в этом все, вот так вот откручивать как-то это, все замерзло и намертво. Дизель бака. Не будет здесь больше дизеля. Не будет, да, надоело нам. Да блин, почему мы его не помыли-то? О, вот он этот болот. Ну кстати, чем отличается болотник от неболотника? Вот здесь такие вот защиты сделали. И здесь у нас какие-то гидроцилиндры стояли, чтобы катки опускать, подымать, увеличивать площадь опоры, либо увеличивать управляемость. Да, это кстати интересная тема, вот от нее вот эти выходы. Вы понимаете, мы на двенашке будем сидеть? А, я регулируюсь? Нет, так оп, что-то не то. Можно сделать, цилиндр надо только купить. Да, вот эти механизмы, вот они. Может быть они кстати работают, здесь просто не хватает цилиндров. Это у нас кстати бензобак был. У нас сейчас где-то нулевой цикл. Нулевой цикл? Да, сейчас нулевой цикл нам надо сделать. Опа, все. Так, ну трамблеры тут на помойку это движутся. Кривой, косой. О, насос он рабочий кстати наверняка. Уже пригодится. Так, продолжаем раскопки. Что это? Не знаю, что это. Надо пол, нам надо точнее, чтобы его не было. Да, пол надо снять. Ух ты. А, тут линолеум. Спасибо линолеуму, он не дает к нему. Примерно нет. Вот такие пласты, залежи. Наверняка-то тут болото не местное, а вот там уж. Конечно, это то болото. Конечно. Мы реально же ездили, у нас торф вот здесь вот подступал уже. Не, проходимость у него, конечно, очень хорошая. Все-таки болотник он болотник. А сейчас он еще легче будет, на тонну практически. Может даже и больше. Прямо на ногу. Комфорка может и нужна, а то надо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так, друзья, у нас новый день наступил. Сказать, что у нас там не погода за пределами ангара, это не сказать ничего. Вы сейчас сами все увидите. Короче, работа-то нам все равно там придется. У нас сегодня разгрузочные, погрузочные работы. И потом, если мы загоняем трактор сюда, ну, в ближайшие год-полтора машина с подъемника съехать не сможет. Шучу, конечно, через два с половиной. А тут вот дождь, дождь нарисовался. У нас на улице снег, а дождь у нас на подъемнике первый раз за 15 лет. Видите, кончились колодки, диски. Да, удивительно. Но, как она вообще до сих пор ездит? Я к американцам всегда предвзято относился. Недавно наткнулся на рейтинге надежности. А дождь там лидирующей позиции занимает. Как они ездят? Машина редкая, запчастей в России практически нет, обслуживают, ну, когда придется, и тем не менее, да, даже вот ради интереса зайти на дром посмотреть, ну, по России 5-7 машинок стоит, последняя была выпущена в 5-6 году, то есть вообще не первая свежесть, если такую покупать, конечно, надо проверять. На дроме, кстати, самый подробный отчет об истории автомобиля и всякий неликвид можно отсеять сразу, и то не факт, что ласточку вы свою такую вот редкую найдете, поэтому, как я обычно поступаю в таких случаях, оформляется подписка на конкретную машину и мониторится каждое объявление по-другому никак, иногда по полгода, но зато найдете, если будете искать. Так что, друзья, за редкой, надежной машиной, за дождем, да, идите на дром, ссылочка в закрепленном комментарии. Что у нас тут у этот? Ураган Катрина начался сегодня. Вот хотели вытянетесь на технику, хотели уже настоящих страдать. Вот, да. Вот, сейчас, короче, отсоединяем все рычаги. Вот, вначале надо их отсоединить от Мхаза умершего, от болота. Далее, что делаем? Далее, откручиваем кабину. И демонтируем ее. Вот, я только здесь вот сцепление увидел, это вот с кабиной его отсоединить можно. Так, а я пока опору откручу. На наше счастье, вся вот эта вот грязь, она достаточно легко колется, ломается и образуется доступ. Нужен нам болта. Мы сейчас хотим перестраховаться. Когда будем поднимать кабину, мы и так будем на пределе грузоподъемности. Не хочется вместе с ним, с кабиной трактор поднять. Да, да. Так, с одной стороны вот этот мотор мы с фрикциона цепили, сейчас будем с другой. Ну и попутно вот эту штуку надо снять, разобрать, открутить. Минус очередной кронштейн. Блин, облегчаю все, больше и больше. В стекло не попадите. Ощутите через монитор вот этот, вот это вот, все вот это вот. Игорь уже вообще замело полностью, просто его скоро не видно будет. Что-то сегодня вообще какая-то жесть. Блин, на улице типа минус один. Вообще ад какой-то. Руки мертвы, все мерзли. Нам надо кабину сегодня чертова снять. Так, все, последняя опора осталась. Сейчас дует нахрен. Ураган Катрина какой-то. Ты похож на Йетти. Помнишь, как мы этот-то снимали тогда в апреле? Запахло весной. Запахло весной. Так, ты что сейчас хочешь делать? Аккумулятор в ЗИЛ. А, да, это же кран. Это же ЗИЛовский. Нам нужен кран, нужен аккумулятор. Это же Блэк Хорс, знаменитый, который был на севере, простоял полгода. Трактор он заводит. Хороший аккумулятор, да. Правил? Надо провода оттащить. Так, притащили аккумулятор. Да, вроде накачало. Если не замерзло там ничего. Так, притащили аккумулятор. Закрывай кран. Закрыл? Нет. Опасное подключение. Ага, у нас мало того, что один аккумулятор на все, одно топливо на всех, и еще трос металлический тоже в ограниченном количестве. Поэтому он был демонтирован. А теперь его надо обратно. Под ней, помнишь? Под блоком надо продеть. В общем, идет работа на верхотуре максимально. Отстал. Наматывайся нормально. Падал. В общем, друзья, зима, работаем, лепота. Небольшие комментарии матерные, они всегда немножко скрашивают вот это однообразие. Так что все в порядке. Так, стоп, надо что-то смотреть. Отпускай. Кабину мы уже смяли, она уже стала уже в два раза, но нам не нужна она. Что-то где-то прилипло. Ломы нужны, мне кажется, а что... Либо где-то еще прикручено. Блин, чувак, она не на двух опорах, там еще опоры. Я уже увидел в салоне. Вот, короче, вот здесь вот прикручена кабина, и вот там еще внутри еще крепление. И чтобы до них добраться, надо пол снять. Очень надеемся, что там есть лючок. Щелинолиум этот здесь вообще нам просто очень сильно помогает. В кавычках. Не, ну мы почти весь трактор подняли. Оставалось чуть-чуть. Ничего не проворачивается. О, седуха была надух-болта. Телефон был в кармане, не сломать мой. Да он не так у тебя весь растрачен. Ну и что, пока ты работай, функцию выполняет. Весит, наверное, тонну, да? Тонну, не то слово. Я думаю, килограмм сорок. Жесть. Просто седушка, тупо седушка. О, шелл, артефакт уже. Прещеночка. Хорошо бы здесь была дырка. Надо линолеум вскрывать. Ты что-нибудь здесь видишь? Нет. Вот, кстати, к чему приводит линолеум. Потому что там все сгнило нахрен просто. О, о, лючок нашелся. Игорь, он по-моему целиковый, он туда идет. Сейчас будем изучать. Ну так, плотненько надо сидеть. Мне кажется, она это от этой... А, она целиковая, и дрит твою. Короче, Игорь, надо все снимать. Она, наверное, сзади там еще прикручена. Это мы собрались кабину снимать. Красава, вот все приготовили, да? Угу. Так, я чувствовал себя сегодня страусом. Голова была стабильна ниже задницы. Но два крепления откручены. Все норм. Не снимаю пола. Сейчас голова, этот кромик обратно отойдет на голову. А то я с трудом формулирую. Во, во, во. Так. Что-то ее там с этой стороны, по-моему, держат. Тут либо опора это не от... Нет, и... Не отошла. Нам нужен ломик, по идее. Кувалду взял, а не стал лома. Что-то это слишком мягкое. Вот тут, наверное, да. Странно, почему она там не зацепилась. Эту хироту надо открутить. Да? И все получится. Она у нее первая. Чуть открути. Движение пошло. Все. Ура. Все, можно лифтовать. Лифтуй. Да она ничего не весит, чувак. Кася. А? Что там натягивает? А, никто не натягивает. Давай. А, нет, все нормально. Так а куда мне там уже особо некуда? Надо ехать. Ага. Не, она по сравнению с мотором, это невесомо. Я думаю, она килограмм 300 весит, не больше. А, меньше, наверное. А, может, и меньше. Так, ладно. Надо ее куда-то поставить. Все, хватит. Стой. Давай. 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 Так, у нас день третий в серии, в которой мы все переставляем с места на место. И очередь сейчас за Богданом. Я так и не понял, почему он Богдан. Для меня эта машина всегда была двенашкой, но, видимо, я не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Так. Так, привязали за шишину. За колесо, потому что проушины все оторвано. Я вообще не знаю, за что ее привязывать. Несущественное. Стой, Игорь, погоди. Надо руль выкрутить. Стой. Да, блин, подожди. Подожди, сейчас дела подреку. Пошел процесс, уже не остановить его. Там, чтобы... У вас будет морда... Морда вперед смотреть. Вот какая размер жигулей-то. Да. Да, они такие длинные. Да. Может, обрезать ее? Как раз мы переднюю стенку, вот до этой истории сделаем. А сидеть, Игорь, а сидеть ты будешь ровно на рычаге переключения передач. Как раз на кукане. Чем переключать, не знаю даже. С задницей. Связь будет с трактором. Как и в лотари. Очень нравится Дмитрий Викторович, вот это все. Деятельность пошла, конструирование, компоновка туда-сюда. Все сконструируем, все спроектируем. О! Как классно встаешь. Слушай, она по ширине-то будет... Совсем чуть-чуть останется. Круто. Соседнее село, да? Соседнее село. Соседнее село. Давай. А, ты где, а тут что-то не держишь-то? Ну как бы на пределе. Все, Игорь, поехали! Ты кричи ему там, когда будет тормозить. Стой! 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 Так, теперь Анток, тебе надо оттягивать. Выходи! Сейчас жопу. Жопу Игоря надо держать. Сейчас жопу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я еще и старел полный. Так, ну вот, на данный момент проект выполнен на 95%? Да. Еще 5%. И все. Все. проект закончен красота ну где ты будешь сидеть я буду сидеть получается где-то здание центр управлениями полетами находиться здесь не так и сзади кстати буду сидеть на заднем сиденье ну практически я сразу вспоминаю проекты линдшоу с бухан вот я значит сижу здесь у меня рычаги обзор конечно будет не самый лучший но и не самый худший с обзором мы уже придумали пока я это вообще сюрприз будет да то есть это нас вообще не смущает никак потому что конечно дизайн главное как это будет смотреться то есть начали у нас было решение использовать пацанский мотор а потом мы посмотрели на эту машину это вообще олицетворение всех пацанчиков на районе но она должна здесь быть черная на тонировке лабашище можно затонировать вообще под соточку чуть приопустим ну крыло подправить на все снова будет ниже надо понимать крыло новое поставить низкий таз радует шутки шутками как мы это все собираемся делать у нас будет 16 клапанный мотор у нас уже классическая коробка которая будет с ним срастаться лежит на готове то есть у нас продольно ставит мотором соединиться с трансмиссии трактора понижение здесь вообще за глаза вопрос в моторе ну как бы пацаны не дадут соврать как бы тянет тянет и нагибает и вот это вот все если что тюнинг к магазина нам в помощь там можно и турбокит купить и 200 плюс сил сделать поэтому все в наших руках я считаю главное без проигрышный внешний вид шестнарик это залог успеха в следующей серии мы закатываем все это великолепие в ангар и начинаются уже серьезные вещи и старше поколение будет и младше и от кого там только не будет так что не отписывайтесь и увидимся уже в следующем видосе